Сыновья Святослава, 972-970 годы. Святослав, уезжая в последний раз в Болгарию, разделил все государство свое на три части. Старшему сыну Ярополку отдал он Киев, второму Олегу, землю Древлянскую, младшему Владимиру Новгород. От этого разделения предки наши сделались очень несчастливы. Вместо одного государя были у них теперь три в одно и то же время. Там, где распоряжается не один, а несколько начальников, дела идут всегда дурно. Я объясню вам, отчего это бывает. Несколько начальников не могут иметь одинаковый нрав. И часто, что нравится одному, то сердит другого. А где ссорятся старшие, там и младшие не могут жить в дружбе. Хотя Святослав и приказал двум меньшим сыновьям уважать и слушаться старшего брата, Ярополка, и оттого назвал его великим князем киевским, а тех удельными князьями, но они худо исполняли приказания отца. Прежде всего, поссорились Ярополки Олег. В этом виноват был старый воевода Свенальд, который ненавидел Олега за то, что он однажды на охоте убил, может быть, и ненарочно сына его Люта. С тех пор он беспрестранно наговаривал Ярополку на Олега и, наконец, убедил его пойти войной в землю древлянскую. Олег, услышав, что брат идет на него, собрал своих воинов. Но Ярополк победил их и заставил бежать. В этой самотохе они так тесно столпились на мосту у города Овруча, где жил Олег, что столкнули нечаянно князя своего в глубокий ров. За ним упало туда множество людей и лошадей. Несчастного раздавили насмерть. Ярополк, который, хотя был легковерен и ветрен, но совсем не имел злого сердца, хотел непременно видеть брата. И ему показали тело его, покрытое ранами и кровью. Тогда бедный князь забыл, что он победитель, не слушал радостных криков своих воинов, не чувствовал ничего, кроме ужасных мучений совести, плакал и рвал на себе волосы. Но всей своей горестью и слезами не мог воскресить брата. Владимир, князь новгородский, узнав, что Ярополк завоевал древлянскую область, испугался и убежал из своей столицы к варягам. В ту землю, откуда приехал прадед его, Рюрик. Ярополк скоро забыл убежавшего брата, а в Новгород послал посадников или наместников своих, таких людей, которые вместо него управляли этой областью. Но Владимир недаром жил у варягов. Через два года он собрал там сильное войско и пришел в свой Новгород. Владимир выгнал оттуда посадников Ярополковых и послал их сказать брату, что он идет наказать его за смерть Олега. Между тем он знал, что у Ярополка была невеста, дочь князя Полоцкого, Рагнеда. Она была так хороша, мила и умна, что Владимир никак не хотел уступить ее брату и стал свататься за нее. Но Рагнеда уже обещала выйти за Ярополка. Как же ей можно было сделаться невестой Владимира? Она отказала. Владимир так недоволен был этим отказом, что пришел с войском в Полоцк. Лишил жизни отца ее, двух братьев и женился на бедной Рагнеде. Каково же было ей выйти за такого человека, который был причиной смерти ее отца и братьев? Несчастная столько плакала и была всегда так печальна, что ее прозвали Гореславою. Вскоре после свадьбы Владимир пошел к Киеву. Ярополк не посмел выйти с войском своим навстречу брату и затворился в городе. Здесь Ярополк опять потерпел от того, что слушался чужих советов и, не рассуждая, верил своим любимцам. Так, один из них, пререщенный дарами Владимира, посоветовал Ярополку уйти из Киева в маленький город Родню, лежавший близ Киева. Только он сделал это, Владимир вошел в Киев и окружил войском Родню. Тот же изменник начал уговаривать тогда Ярополка помириться с братом и отправиться к нему в Киевский дворец. Ярополк послушался и в этом. Поехал вместе с ним в Киев и потом во дворец брата. Только они вошли в сене, как два варяга бросились на Ярополка и умертвили его. Ужасно слышать, что брат погиб в доме брата своего. Но так часто случалось у народов, еще не знавших Бога истинного, у жалких идолопоклонников. Они считали долгом мстить за обиды. И Владимир, наказывая одного брата за смерть другого, верно думал, что исполняет дело, приятное его деревянным богам. Субтитры создавал DimaTorzok